Добрый день, Андрей Мячеславович. Давайте сразу с места в карьеру. Сейчас мы видим, что в городе идет ремонт дорог. Скажите, успеют ли его завершить до начала Чемпионата мира по футболу? Безусловно, у нас обязательство закончить работы до 1 июня. На сегодняшний день погода, как вы видите, позволяет. Наши дорожники все уже работают на своих участках, поэтому есть полная уверенность, что все работы будут завершены в срок. Во время Чемпионата движение в городе каким будет? Не будет ли пробок, перекрытие дорог? Как будет транспорт функционировать? Нет, перекрытия будут. Как вы знаете, 7 мая состоялся тестовый матч. Все жители города Казань, наверное, на себя ощутили. Это будет за 3 часа до начала игры и 2 часа после игры. Перекрытие будет касаться района вокруг стадиона. А по городу движение каким будет? По городу движение сохраняется. В данном случае никаких ограничений не вводится. Именно ограничения коснутся только последней милии. Ограничения, которые вводятся в целом на территории Российской Федерации и в частности в городах организаторов, это касается, конечно же, полетов. Над городами организаторов ограничения вводятся с 1 июня по 17 июля. Касается всех, за исключением наших литерных самолетов, спецбортов. Кроме того, ограничения на акваторию Казанки. В дни проведения игр ограничения будут касаться от перегона мостового восстания Дербышки до Кремлевской дамбы. В остальные дни ограничения будут сужены, будет ограничена именно Третья дамба и Кремлевская дамба. Кому там плавать нельзя будет? Запрещено плавать всем, кроме судов, которые обеспечивают обслуживание чемпионата. А если рыбак выплывет, что им будет делать? Просто будут, так скажем, просить удалиться. Какой-то будет специальный транспорт на чемпионат мира привлекаться? Специальный транспорт не будет. У нас все маршруты городского общественного транспорта отнесены к категории спортивных маршрутов. На них, на всех будет предоставлено право бесплатного проезда в дни проведения игр при предъявлении билета. Поэтому каких-либо дополнительных специальных маршрутов не вводится. За исключением четырех шаттлов, которые вводятся для удобства горожан и гостей города, которые будут курсировать от аэропорта до стадиона, от фан-зоны до стадиона. А вот из других городов, болельщиков, как лучше до стадиона добраться? Можете посоветовать? Разработаны дополнительные железнодорожные маршруты. Это будут именно дополнительные поезда бесплатные. Большая работа была проделана и в Казанском аэропорту. В целях обеспечения пропускной способности был возведен временный терминал, который был успешно протестирован. Заявленный пассажиропоток, который мы уже имеем подтвержденный, составляет 14 тысяч человек в сутки. Что-то хотели бы еще добавить, рассказать, посоветовать, пожелать? Всем, кто приедет, получать удовольствие от игры. В данном случае на сегодняшний день можно смело сказать, что транспортный комплекс Казани и Республик Татарстан в целом готов к проведению чемпионата мира. Спасибо за интересную беседу. Продолжение следует...